История создания бизнеса Тяньши История четвертая. Сердце, пронзенное тысячью стрел. В мае 1994 года господин Ли Цзинь Юань и шесть его соратников по созданию бизнеса в первом только что сданном цехе готовились к запуску технологической линии по производству продукта на покупку патента, на который было потрачено 780 тысяч юаней. Это было начало опытной стадии производства. С таким воодушевлением крестьянин собирается приступить к жатве, предвкушая вкус помпушек из белой муки. Все ранее испытанные первопроходцами чувства превратились в горячую надежду на успех производства пробной партии продукции. Они планировали в скором будущем перейти к стандартному процессу производства, услышать звуки праздничных петард и поднять тосты за победу. Реальность оказалась жестока. Купленный патент позволял произвести только лабораторные образцы. После трех месяцев провальных попыток стало понятно, что в рамках масштабного производства при использовании холодной технологии на ключевых этапах фильтрации и сушки невозможно обеспечить необходимые свойства готовой продукции. В пустынном и безмолвном цехе на широкой платформе для упаковки готовой продукции сиротливо лежали несколько десятков коробок, вызывавших непроизвольные слезы горя, гнева и бессилия. К этому времени в компанию было вложено в общей сложности миллион четыреста тысяч юаней. И это были не только личные накопления господина Ли Цзинь-юаня, но и заемные средства, которые одолжили ему друзья. Это были деньги, заработанные потом и кровью. Капитал, созданный тяжелым трудом, превратился в горстку холодных бесполезных вещей. В день, когда попытки запуска были остановлены ввиду их бесперспективности, Ли Цзинь-юань ощутил, как сгущается воздух, как стихли звуки, как обледенело от горя его душа. Его сердце разрывалось от боли, словно пронзенное тысячу стрел. Он сгорбился, как под тяжестью огромного камня, но, несмотря ни на что, этот мужественный человек не проронил ни слезинки. Что же делать? Сделать выбор трудно. Отказаться от него еще труднее. Не отступить, не двигаться вперед невозможно. Время текло секунда за секундой. Наступившая ночь заполнила чернотой опустевший молчаливый цех. Это был один из самых черных моментов в его жизни. Надо было возвращать кредит и проценты банку, платить зарплату рабочим, оплачивать производство, реализацию продукции и рекламу. Он чувствовал, что задыхается под тяжестью долгов. Еще до начала этапа пробного производства на общем собрании акционеров господин Ли Цзинь-юань дал звонкое имя костному женьшеню – тяньши с высоким содержанием кальция. Он вложил огромные средства в рекламную кампанию нового продукта. Это он первым в Китае изобрел рекламу на транспорте. На окнах вагонов, следовавших из Цзинь-я в Тай-юань и Хар-бин, из Пекина в Шанхай была размещена его реклама. В «Вечерней газете», «Экономической газете» были выкуплены рекламные полосы. Тяньши с высоким содержанием кальция позиционировался как единственный продукт для здоровья, который рекомендовался спортсменам, участвовавшим в мировом первенстве по плаванию на короткие дистанции. Были вложены средства в организацию дружеского турнира тяньши по теннису с приглашением гостей из правительства Тяньцзиня, Пекина и различных международных организаций. Господин Ли Цзинь-юань всеми силами хотел повысить узнаваемость нового продукта. Но что получается? Деньги потрачены, сцена подготовлена, а главного героя в спектакле нет – отступить или продолжать? В душе у Ли Цзинь-юаня не было четкого ответа. Он размышлял. «У меня еще есть мучной и пластмассовые заводы, которые приносят прибыли, которыми можно продолжить заниматься. А если следовать за мечтой о бизнесе великого здоровья, потребуется еще вложить 7 миллионов юаней. И неизвестно, что ждет впереди – глубокая бездна или триумфальная арка, увитая цветами. Если же потерплю неудачу, это как к одному бедствию добавить еще большее бедствие. А не отступать – это значит, что остается хоть призрачный, но все-таки шанс на успех. Момент выбора всегда крайне тяжел. Но в переломные моменты люди, у которых есть мечта, не верят в поражение. Господин Ли Цзиньюань, прошедший через бурь и грозы и имеющий опыт плавания в бурном море коммерции, в результате принял отважное решение. Стоя перед молчащими станками и глядя в глаза своим партнерам, он сказал, «Никакие трудности не остановят нас на пути к мечте о великом бизнесе здоровья». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова